Свою первую конституцию независимый Кыргызстан обрел 5 мая 1993 года. Ее, как сейчас вспоминают члены легендарного парламента, писали два года, а молодой президент Оскар Акаев, выступая на сессии Верховного Совета Республики, вдохновленно говорил, что проект основного закона страны является плодом длительной и напряженной работы самых видных правоведов, практиков и ученых. Конституция должна приниматься на века, поэтому не случайно в большинстве государств предусмотрен весьма усложненный порядок внесения в конституцию изменений и дополнений. Этим достигается ее незыблемость. Но незыблемая первая конституция просуществовала всего чуть больше года. В 1994-м Акаев инициировал сразу два референдума. Сначала он хочет, чтобы его президентство, ранее утвержденное лишь депутатами, закрепилось всенародным голосованием. 30 января 97% избирателей на единственный вопрос, подтверждаете ли вы, что президент Кыргызстана является президентом Кыргызстана, отвечает да. В сентябре того же 1994-го Акаев избавляется от легендарного парламента, выступавшего против скандального соглашения по кумтору, и первый президент издает указ о проведении своего первого референдума уже по изменению Конституции. Главным его вопросом значилось введение в республики двухпалатного Джугур-Кукинеша, постоянно действующего законодательного собрания, состоящего из 35 депутатов, избираемых всенародно, и работающего сессионно собрания народных представителей в составе 70 депутатов, избираемых территориально. 22 октября на референдуме этот вопрос получает поддержку 90% всех участников плебисцита. Указом президента Кыргызской республики от 27 октября 1994 года назначены выборы депутатов в двухпалатный Джугур-Кукинеш на 5 февраля 1995 года. Таким образом, Акаев убил одним выстрелом двух зайцев, но ему было все мало. В 96-м он издает указ о новом референдуме, с которого начинают практически узурпировать власть. Благодаря внесенным поправкам в Конституцию, правительство, по сути, становилось подконтрольным президенту. Парламент не мог отправить Кабмин в отставку, но мог предъявить премьер-министру вотум недоверия. Полномочия президента были усилены, а Джугур-Кукинеш практически не мог влиять на его решение, хотя мог рассмотреть вопрос от решения президента от власти. Глава государства, в свою очередь, мог распустить парламент. А самое главное, мировое сообщество признало Кыргызстан островком демократии в Центральной Азии. Летом 1998 года Конституционный суд страны разрешает Аскару Акаеву баллотироваться еще на один срок. Уже на третий. Хотя по Конституции никто не может быть президентом более двух сроков подряд. Акаев, окрыленный успехом, вновь инициирует референдум по изменению Конституции. 17 октября всеобщим голосованием в стране вводится частная собственность на землю. Перераспределяются места в палатах Джугур-Кукинеша, а полномочия его вновь урезаются. С депутатов снимают неприкосновенность. В 2003 году после акцийских событий, видя, как растет протестное настроение среди масс, Аскар Акаев вновь инициирует референдум. Он созывает Конституционное совещание, в которое приглашает и представителей оппозиции. Но на голосование в итоге выносят не тот проект, который был согласован с нею, а вариант, приготовленный в Белом доме. Многочисленные спорные пункты оформили в одном вопросе «да» или «нет». Этим референдумом Акаев вновь возвращает однопалатный парламент и опять расширяет свои полномочия. После свержения власти Аскара Акаева конституционная чехарда продолжается. Курмамбек Бакиев сначала также созывает большое конституционное совещание, но отдавать полномочия президента уже не хочет. После массовых митингов оппозиции в ноябре 2006-го депутаты принимают новый вариант Конституции, а в декабре принимают другой. Бакиев его под давлением оппозиции подписывает, но осенью 2007-го отменяет и тот, и другой и выносит на референдум свой вариант. Сильную президентскую власть он оставляет себе и увеличивает парламентский корпус до 90 мест. Еще один референдум грянул уже после апрельской революции 2010-го года. После кровопролитных событий в столице временное правительство стремится узаконить свою деятельность. В короткие сроки созывается конституционное совещание во главе с Умурбеком Тикибаевым. Новый проект основного закона выносится на референдум в крайне напряженной обстановке в связи с июньскими событиями на юге страны. Референдум должен ввести нас в правовое поле. Положительные результаты этого референдума. Народ сегодня голосует за стабильность в Кыргызстане. В итоге в 2010-м году, 27 июня после плебисцита, Кыргызстан объявляется парламентской республикой. Президенту позволено избираться на один шестилетний срок, и он не может быть переизбран. А в парламент разрешают избираться исключительно по партийным спискам. Количество мест в Жигурку-Кенеша увеличивается до 120. Авторы новой конституции закладывают в ней норму о запрете менять основной закон в течение последующих 10 лет. Каждый судит по себе. Каждый судит по себе. Потому что в этой конституции заложены все мины для хаоса. И чтобы не было вертикали власти, и чтобы был бардак. Однако моратория не помешала провести референдум и внести изменения в конституцию 11 декабря 2016 года. Алмазбек Атамбаев, который прежде хвалил редакцию от 2010 года, спустя 6 лет стал ее критиковать. А вместе с ней и всех своих бывших соратников. Предложенные изменения были выдвинуты пятью парламентскими фракциями. Их лидеры уверяли, что поправки ослабят власть главы государства и усилят полномочия парламента и премьер-министра. За счет того, что последний одновременно может быть и депутатом Жигурку-Кенеша. Елена Яковлева, Сама Доля Тахунов, НТС, Итоги недели.